здравствуй это сахар и это будет последняя часть где мы с вами изучаем и болеем за глорию которая борется внутри себя чтобы найти способ спастись от своего похитителя в этот раз проснувшись нас ожидают прекрасные белые цветы свежие фрукты в центре комнаты а рядом конверт это письмо принцессу в темницу нельзя отправлять заключить в ее замке жестоко мужчина с радостью мог ее рыцарем стать крепостного права такая морока будь силен и могуч свои мысли озвучь с волнением вы поспешили ведь коль поразмыслит то найдет ключ к тому что они заслужили это что проверка или ловушка наконец дверь с которой мы боролись столько месяцев с подозрительной легкостью открылась словно в наших мечтах путь на свободу ведет нас все выше и вот последний рывок спасению боб моя леди что все это такое добро пожаловать в мои владения где мастер особняк не время для игр мастер может прийти в любую секунду им нужно бежать отсюда верно но вокруг все говорит о другом плакат из концертов глории ее фотографии в рамке кассеты и монитор через который видно нашу маленькую тюрьму перед нами открывается вся правда сначала боб думал что это будет единственный путь но затем они сблизились узнали многое друг о друге научились доверять друг другу и глория открыла ему глаза нет никакого мастера он все это выдумал как только он увидел ее она стала причиной его чудовищных поступков музей за мир ее пропорций это было почти десять лет назад в тот день она впервые выступала в кабаре это был и его первый раз тоже она была так прекрасно хоть все еще так печально и одиноко и в то же время он ощущал все то же самое желание заговорить после выступления было так велико ну трусость пожирала его изнутри поэтому с тех пор он приходил на каждое ее шоу год за годом в своих мыслях он искал способ как можно спасти ее от тех чувств что сам ей присвоил пока однажды наконец не воплотил их в жизнь теперь она может расслабиться все будет в порядке собирается ли он убить глорию а он за все это время хоть раз ранил ее он заботился о ней ухаживал конечно и все еще не позволено уходить но с этого момента она может вместе с ним вести хозяйство он подготовил для нее новую комнату на втором этаже может в скором времени есть станет достаточно комфортно чтобы спать вместе никто не будет ее торопить так готова ли глория начать новый этап жизни вместе с новым бобом или лучше умереть акт 5 феникс день выступления это первый концерт глории от волнения она даже потеряла сознание ее босс старается подбодрить ее и рассказывает свою историю ведь он тоже когда-то выступал и вот настало время для ее первого выхода на сцену где она должна будет побороть свои страхи однако сцена показывает свои зубки и жизнь пролетает перед глазами мы потеряли сознание губа разбита но мы живы нашим поступком мы привели боба в бешенство или лучше сказать мастера он вшвыряет в нас банку консерв это наше пропитание на следующие два дня это наше наказание глория сама просила чтобы к ней относились как заключенный как боб посмел обустроить эту комнату не жалеть огромных расходов на то чтобы вытащить ее из плющей и жалкой жизни заботиться о ней готовить для нее и ежедневно выбрасывать ее барахло целых пять месяцев мастер и его слуга боб игра одного актера без перерывов без выходных сколько еще девушек он так похитил она несчастна ее мечты и будущее разрушена но она разбила ему сердце и пути назад теперь нет две личности слились в единое целое и воплотились в образе мастера боба мерзкого грязного психо извращенца поганого мерзавца похититель маньяк психологический насильник чудовище от безграничной ярости и презрения глория вырывает эту чертову камеру через которую этот урод ежедневно наблюдал за ней и должна была это сделать уже давно проходит мучительные долгие недели а может месяцы изнуренная глория вновь лежит на полу без сил пока издалека не доносится голос боба или как там его зовут на самом деле пытаясь нас задобрить него выходит лишь поиздеваться над нами внутри сплошная нелепица все спуталась в большой клубок мыслей и чувств если способ все вернуть как прежде может стоит перед ним на извиниться пока глория ведет себя как он желает она будет жива может он сам ее отпустят или полиция наконец ее отыщет все это ложь пора делать выпад в его сторону и наконец спастись но сначала нужно найти решение внутри себя побороть свои страхи ничто не может остановить вперед вперед без страха я сделал все что мог чтобы это заработало все я творческий находчивый возможно даже художник в некотором роде но у меня заканчиваются идеи все что я знаю это то что чем больше я стараюсь тем хуже у меня получается я так больше не могу одно слово глория лишь одно слово с твоих уст глория скажи хоть слово и я перережу себе горло никакого блефа если ты это то чего ты хочешь ты это получишь на мелкие кусочки прощай бобу если бы я хотел то обратил бы этот нож против тебя пронзил бы тебя сотню раз прямо сейчас но не могу ты слишком много для меня значишь как насчет смены перспективы неужели я сошел с ума думаю что мы могли бы начать все сначала дай мне еще один шанс и ты сделаешь меня самым счастливым человеком на свете все что я прошу это шанс показать реального меня хорошего меня но это никогда не случится время быть сильной смелой уверены в себе без страха не отступив внутри нас пытается поглотить последний босс все наши сомнения страдания и ужасы представь что твое сердце возносящийся в воздух феникс что наполняет твою грудь мужеством устремляет тебя ввысь если падаешь то это всего лишь страх и теперь твой план наконец созрел настал час расплаты теперь мы на месте боба заходим свое обиталище первым делом направляясь к своей принцессе в башню но то затопила всю комнату и утопилась к черту замок он прыгает в воду пытаясь откачать глорию но уже поздно как ему такая смена перспективы 2 день 179 79. Глория утопила своего похитителя. Акт 6. Глория. 8 августа 1990 года. Дорогой дневник. Прошло 4 месяца. Чем больше проходит времени, тем больше мне кажется, что это все было просто дурным сном. Как удобно. К сожалению, город все еще здесь. Чтобы напомнить мне, что это все было реально. Люди украдкой бросают взгляды. На их лицах написано то ли беспокойство, то ли стыд. Город никогда не перестанет наблюдать за мной. Может, это все просто часть моего сна. Может, последние 20 лет были лишь сном, и я проснусь в любую минуту. Мама разрешит мне поспать еще немного. А как раз будет. Мы позавтракаем на кухне. Как обычно, тостами с вареньем и горячим шоколадом. А потом, она отвезет меня в школу. Наконец, Глория у себя в квартире. Сбежав от монстра, что похитил ее. Теперь у нее есть чистое небо. Но где оно было, когда было так необходимо? Куча любовных писем. Подарки. Есть апартаменты, по которым она может передвигаться свободно. Но о них никто не заботится. Все потому, что Глория решила начать новую жизнь и уехать из этого города. Не поменялась лишь ее мать. В том же месте, где мы с ней обедали в начале нашего приключения, мы в последний раз лично общаемся с ней. В честь нашего подвига нам поставили памятник, показав всю беспомощность и храбрость. Наша мать сообщает нам неприятные новости. Боб жив. Как только Глория сбежала из места своего заключения, она сразу же позвонила в скорую. Но он останется инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Передвигаясь на кресле, он безобиден. Даже вилку поднять самостоятельно не сможет. Вырвавшись из лап ужасного психа, теперь Глория ставит на место свою родительницу. Она теперь владелица своей жизни. Что касается Альда и Кабары, девушка была душой этого заведения. За полгода, что ее здесь не было, черный лебедь испустил свой дух. На его месте теперь будет простая забегаловка. На прощание. Глория вместе со своей бывшей девушкой направляется в то место, где впервые столкнулась со своим похитителем. В музей, где ее бронзовой статуи больше нет. Пропустив все эти моменты вновь через себя, девушка внезапно решает направиться непосредственно на место, где все произошло. Множество воспоминаний заполняет голову главной героини. Но она стремительно направляется вперед. Храбро смотря страхом и сомнением в лицо. Забавно, но на месте, которое принесло боль и тяжелые, долгие мучения, теперь находится Боб, олицетворяя все происшедшее самым лучшим образом. Он получил по заслугам. Охотник и жертва поменялись местами. Но если внутри Глория обновилась и выросла, то Боб раскрылся лишь как мерзкое животное. В своем монологе он обращается к Глории. Как ты поживаешь? Тебе не нравится этот вид? Что ты со мной сделала? Пудель на колесах. Хотя бы ему удалось избежать тюремного заключения и смерти. На мое удивление, Глория просит у него прощения. Никто этого не заслуживает, но вот Боб на милость отвечает издевкой и насмешкой. Тупица. В такой слабой позиции он труп. Ненависть наполняет Глорию. Она хватается крепкой хваткой за кресло Боба и подводит его ближе к воде, что уже почти погубило однажды этого покалеченного труса. Но в последний момент, ощутив сладострастное чувство победы, она отпускает его, сильная и гордая. Кидая манипуляции и моль бы о смерти Глории вслед, Боб падает со своего кресла прямо на то место, где однажды подстрелил нашу героиню, словно охотник дичь. И теперь он, хрупкий, слабый, беззащитный и жалкий валяется в грязи, умоляя о легком толчке, а в ответ слышит лишь, это твоя жизнь. Делай все сам. Я пропущу эту странную внутреннюю вечеринку прощания, где Глория отпускает свое прошлое внутри себя. Самое интересное ждет нас в конце. Прощание с Джой. Мы многое прошли вместе, хоть это и привело к расставанию. Джой дарит нам подарок на прощание. Компас, который всегда покажет правильное решение и поможет найти путь домой. Гораздо лучше какого-нибудь золотого колокольчика на шее. Но Глория уже достаточно задержалась, обнявшись на прощание. Она садится в свой новый автомобиль и мчится далеко вперед к своему счастью. На этом заканчивается история девушки-героини, попавшей в трагическую ситуацию и выпорхнув из нее более изящной и озаренной. Но игра заканчивается на другом. Мастерской Петрус, ну или Петрус, я не знаю, оказывается наша мать. Нагло расхаживая по его владениям, нам открывается новое местонахождение нашей статуи. И в ответ на это, она лишь начинает более откровенно флиртовать с мастером. Оголяя плечо и намекая на себя в качестве натуры. Что ж, кто-то никогда не меняется. Я очень подробно рассказала вам эту ужасную историю, превратив тяжелую игру в короткое повествование. Я прожила эту игру и отдала все свои чувства и мысли взамен. У этой игры есть очень ранимая душа, окутывающая огромным спектром чувств. Поделитесь ими со мной, а я направлюсь в новые приключения. Вот.